В образе древнего ремесленника Светлана Борисова, директор-историка художественного музея, наносит краску на ткань. Так раз наложили и кияночкой бьем. Стучим. Первый слой красочки. Затем второй слой зелененький уже накладываем. Надо быть метким, чтобы попасть точно в цель. Это специальные набойки. Изображения взяты с древнего Георгиевского собора. Уникальная белокаменная резьба 13 века дошла до наших дней почти в первозданном виде. А на территории усадьбы Голицыных были найдены уникальные реликвии – кружева белошвейк. Образцы бережно сохранили. Древние рукоделия продолжают современные мастерицы. Как и в любых усадьбах, там жили белошвейки. Именно белошвейки обшивали не только крестьянских своих детей, но и детей князей. И даже сами князья занимались, княжна сама занималась вот таким вот белошвейным рукодельным мастерством. Туристов удивляют и гастрономическими изысками. Из поколения в поколение передают рецепт особой ватрушки в Юрьевской таболке. В старину так называли сумки пастухов. В основе десерта – пресное тесто и большое количество творога. Можно делать на самом деле с любыми начинками. Делают даже с горохом, с рыбой и даже с кашей. Но с творогом являются самыми вкусными. Из молока делают не только творог. Славятся местные сыроварни. Юрьевпольский мед тоже в почути. У Александра Егорова семейная пасека. Мед собирают разные. Даже гречишный и липовый. Преимущество наших мест медов, во-первых, они считаются северными. То есть, чем севернее, тем полезнее. Это однозначно. Очень хорошие букеты бывают. Остается хорошее послевкусие. Чем отличается северный мед от южных. День Юрьевпольского района состоялся в Туристском информационном центре. Новый краеведческий проект проходит в рамках Дней малых городов Владимирской области. Организаторы уверяют, в каждом районе есть то, что удивит даже самого искушенного туриста. В этом уверена и жительница областного центра Ольга Кунгурова. Она советует своим друзьям из других регионов путешествовать именно по Владимирской области. Каждый раз у нас приезжают разные города. Это у нас информационный центр. Приезжают очень интересные, всякие развлечения, кто что-то делает. Очень весело, очень хорошо. Почаще приезжают. Пусть все приезжают к нам. Это будет приятно. На площадке визит-центра во Владимире уже прошли презентации восьми муниципалитетов. Жители и гости областной столицы говорят, что многие факты они узнали впервые. Туристы и местные жители очень рады. Получили очень хорошие отзывы о том, что приятно участвовать, приятно узнавать свой край, приятно взаимодействовать. Очень нравится то, что проводятся мастер-классы. То, что можно сделать руками и взять с собой. Это отдельный такой вид искусства, наверное. Организаторы надеются, что проект получит постоянную прописку в туристском информационном центре во Владимирской области. И еще есть районы, которые готовы встречать и дювлять туристов своими уникальными ремеслами и достопримечательностями. Ирина Начарова, Игорь Липский, Вячеслав Сноровкин и Андрей Беляков.